До начала дачного сезона остается два дня. Уже 1 мая садоводы и огородники традиционно потянутся на свои участки. В период пандемии к перевозкам жителей особое внимание. На предприятии Самарской компании-перевозчика автобусы продолжают активно готовить к дачному сезону. Впереди у нас праздничные дни, майские дачи, кладбища. И мы готовим свой подвижной состав после зимы. Мы обрабатываем весь подвижной состав специальным защитным средством, которое одобрено Роспотребнадзором. Мы моем внутри и снаружи весь салон. На 29 дачных маршрутов в этом году выйдет порядка 60 автобусов среднего и большого класса. Жители города смогут выезжать на свои садово-дачные массивы вплоть до 31 октября. При посадке в дачный автобус пассажиры должны быть в масках. Проверять их ношение будут сразу же на входе в салон. Точки отправления дачных маршрутов, которые отправлялись в площади Кирова, принесены на традиционное место на улицу Фискультурная, к которому дачники привыкли. Все остальные точки у нас не поменялись. Это пересечение улиц Димитрово и Московское шоссе. Это улица Авроры. Это дом печати. Это, как я уже назвал, улица Фискультурная. Ну и еще ряд других точек. Всего 10 мест отправления дачных автобусов. Кроме поездок на дачу, в период майских праздников самарцы смогут посетить и городские кладбища. На 8 этих маршрутов также выйдет порядка 60 автобусов. Доехать до городских кладбищ на общественном транспорте жители города смогут 2, 9 и 11 мая, а также 19 июня. В дни перевозок по этим направлениям по дачным маршрутам автобусы следовать не будут. Ношение средств защиты органов дыхания на этом маршруте также будет проверять контрольно-ревизионная служба. На кладбище отправляются с Авроры, площади Кирова с улицы Фискультурной. Две точки отправления находятся в Краснодарском районе, на Мехзаводе и на Управленческом. Точка отправления на Хлебной площади. Курсировать общественный транспорт по сезонным маршрутам будет по расписанию, которое вы видите на своем экране. С ним также можно ознакомиться на сайте городской администрации. Также власти Самары просят обратить внимание и на стоимость билетов. Ее сохранят на уровне 2019 года. На маршрутах будут действовать и льготы. Они распространяются на поездке по садово-дачной транспортной карте, социальной карте и карте школьника. Михаил Ермоленко, Максим Гузев. События. Субтитры создавал DimaTorzok